Добрый день! Сегодня в программе «Студенческий городок» поговорим о науке и творчестве, и все это по-студенческим. А вначале познакомимся с супружеской парой преподавателей Департамента факультет журналистики ИГНИ УРФУ. Знакомство Читы Сумских с Уральским федеральным университетом началось с приезда на Всероссийскую конференцию. Увидев дружный коллектив и приятную атмосферу, решили начать работать в ВУЗе. Мы очень рады, что мы включились в эту интеллектуальную и научную тусовку факультета. И, в общем-то, у нас достаточно большие планы на совместное научное творчество и творчество, связанное с обучением. Поэтому, в общем-то, самые хорошие впечатления и самые добрые слова на данный момент. Сейчас Анна Сергеевна преподает такие дисциплины, как система СМИ, региональные медиасистемы, продюсирование и ряд спецкурсов. А вот Павел Федорович до прихода в Уральский федеральный университет 20 лет преподавал в Челябинске. Был заведующим кафедрой режиссуры, кино и телевидения. У каждого человека есть мотивационные такие внутренние струны, которые в какой-то момент начинают звучать и требовать перемен, как пел свой. Так что перемен – это не только удел молодых. Наступает момент, когда ты просто чувствуешь, что должен, если хочешь расти, должен что-то изменить в жизни. И вот для меня такой очень важный момент, второй, наверное, в этой профессиональной деятельности, когда потребность в другом пространстве, научном, ментальном, просто в пространстве другого города, оказаться, в общем, такой, наверное, вот такой внутренний кризис, который подтолкнул меня к принятию такого решения. По словам Павла Федоровича, впечатление о городе и об университете уже сложилось, но это неудивительно. Сам он родом из города Богданович Свердловской области. В Екатеринбурге бывал неоднократно, но признается, раньше город производил тяжелые впечатления. Но сейчас Екатеринбург открылся для него совершенно по-другому. Я, наверное, более человек, несмотря на преподавание и степень научную, что, казалось бы, должно меня так структурно организовать, остаюсь внутри человеком более таким эмоциональным, воспринимающим мир, по крайней мере, на уровне таких тонких материй каких-то. И вот с этой точки зрения вуз очень комфортно. Просто чувствую себя как дома, в том смысле, как в доме науки. Вот в этом, да, очень здорово. А с рациональной точки зрения, это вызывающее несомненное уважение, один из крупнейших российских вузов, где большая честь работать. И я счастлив, что вот сейчас мы оформили наши отношения с вузом. И я имею счастье находиться на кафедре телевидения ради вещания и технических средств журналистики. Свой приход на телевидение Павел называет случайностью, хотя и они, по его мнению, всего лишь проявления скрытых закономерностей. Уже 20 лет он работает в проектах, посвященных охоте, рыбалке и путешествиям. Последний проект назывался «Простые радости» с Павлом Сумским, задачей которого было поделиться радостью пребывания на природе. Это была очень добрая и позитивная передача, которая вызывала у людей желание общаться с природой. Телевидение, оно фрагментируется тоже, да, по интересам, нишевое такое телевидение. И мне кажется, что в этом смысле у каждого есть своя вот эта вот тема. И тема путешествий, да, это специфика съемки, это специфика нахождения в условиях дикой природы. Далеко не каждый человек может спать на снегу и при этом улыбаться во сне, да, в общем-то. Или там грызть какую-нибудь корку. Ну, потому что на природе ты оторван от того, что является привычной цивилизацией. И там свои ценности, свои радости. И если уж ты к этому прикипел, то, конечно, хочется об этом рассказать. Рассказывать каждый должен о том, о чем знает, что он чувствует хорошо, понимает. Ну, вот, мне кажется, тогда все будет хорошо. Новые лица всегда привлекают внимание, а новые преподаватели особенно. На лекцию к Павлу Федоровичу спешат многие студенты, оставляя только положительные отзывы после пары. Павел Федорович очень интересный преподаватель. У него необычная форма представления информации. Он показал нам очень интересный фильм, который детально показал его работу журналиста в необычном месте. Он очень интересный, и нам бы хотелось с ним почаще встречаться и работать. Особые методы преподавания, по мнению Павла Федоровича, всегда связаны с личностью, которая включается в этот процесс. Студенты должны высказывать свои мысли, тогда точнее можно найти путь к пониманию. Поддержка у него действительно надежная. Коллега, супруга Анна Сергеевна. По мнению Павла Федоровича, работа с близким человеком придает ему сил. В данном случае я очень рад, что Анна Сергеевна разделяет, и я разделяю ее увлечения, она мои, и мы вместе в такой близкой сфере работаем. Потому что, наверное, отношения по-разному же в людей складываются, мужчина и женщина, и они разные элементы содержат. Вот это элемент такой товарищеский очень, он присутствует у нас, и нам, наоборот, совместная работа дает возможность больше тем для разговоров, больше тем для таких горячих обсуждений. В общем, так что у нас есть о чем поговорить и за утренним чаем, и за вечерним молоком. И это тоже здорово, потому что можно ехать на работу с хорошим человеком, с близким. Это всегда настраивает тебя на какой-то такой высокий лад. Мне кажется, мне это помогает, мне это очень приятно, здорово. Это вот ты спокойнее, спокойнее, не суетишься перед жизнью, а просто успокаиваешься, потому что все надежно. Да, мы, конечно, семья. Я считаю, что мы сильны тем, что мы абсолютно различны. Павел Федорович более творческий человек, с образным мышлением, фантазийный, креативный. Я в большей степени организация. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...